Фантастический дендрарий, арт-объект у Екатеринбургской телебашни пострадал от вандалов. Неизвестные оказались неравнодушны к современному искусству и разрушили произведения художников из Владивостока. Евгения Рянцева, что было и что стало. Семь бетонных кубов стыдливо прячутся в высокой траве. О том, что они должны были гордо представлять миру, напоминают таблички. А вот что было. Этот нарисованный дендрарий появился на набережной летом 2007 года. Его создавала арт-группа 33 плюс 1 из Владивостока. У подножия недостроенной телебашни художники изобразили мифические растения. Тополь-потап, петрогриб, семивер. Уже тогда один из авторов проекта Павел Шугоров предполагал, что вандалы сюда обязательно наведаются. Мы искали самую вандалоустойчивую и самую простую форму, которая бы как форма не вызывала, как можно меньше вызывала различных домыслов. Форма осталась, а вот рисунков уже нет. Куратор Государственного центра современного искусства добавляет, ударопрочное стекло не спасло. Брали ударопрочное стекло. Здесь закрепляли железными рамами, чтобы невозможно было его снять и унести работу домой. В ГЦСЕ расстроены. Современное искусство умирает на глазах. Возможности поддержать жизнь собственных проектов уверяют нет. На этого Государственного центра средства не предусмотрены. Рассчитывали на помощь управления благоустройством Екатеринбурга. Но, по словам чиновников, поддерживать чужой арт-объект запрещено по закону. Это не что иное, как не целевое расходование средств. Гражданский кодекс Российской Федерации прямо говорит, что время ответственности несет собственник это имущество. Он должен его содержать. Выход есть. Передать Екатеринбургу право собственности на объект. В мэрии уверяют, что не откажут. Так, например, муниципальным стал памятник мушкетерскому полку у дома Севастьянова. А сейчас готовятся документы для принятия на баланс двух стел на перекрестке Восточный и Декабристов. Когда-то эти стелы были воротами в Сибирь. Судя по скульптурным композициям, эти стелы возводились еще во времена Российской империи. И с тех пор неплохо сохранились. Мифологический дендрарий не прожил и шести лет. Художник Павел Шугоров, впрочем, не расстроен. Паблик-арт он называет временным искусством. Вот эта вот инсталляция, она тоже была рассчитана на короткий период, до трех лет, я думал, что она протянет. Потом эти вещи, они должны быть творчески переосмыслены. В том, что арт-объект представляет из себя сейчас, трудно найти глубокие смыслы. Похоже на фонарь, мусор какие, даже не знаю. Что-то сломанное. Но, наверное, было когда-нибудь что-то красивое. Грунда какая-то, не знаю. Евгения Рянцева, Евгений Лапидус, Новости 4-го канала.